Уже завтра Пенсионный фонд начнет принимать заявления на выплату новых пособий беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. О необходимости такой поддержки заявил президент страны Владимир Путин еще 2 мая этого года во время традиционного послания Федеральному собранию. Вопрос об этом поднимался и сегодня во время прямой линии с главой государства. Для первым другим категориям, по беременным женщинам, которые встали в ранние строки беременности на учет, на вторую категорию предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы, 46 небольшим. В следующем году это будет чуть больше и здесь мы не видим никаких проблем. Вчера только еще раз говорил с министром финансов, все деньги зарезервированы. Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу. Но я считаю, что и уверен, меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где 6-летние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Как заявили нашему телеканалу, в отделении Пенсионного фонда России по Чувашской республике помощь будет оказываться адресна. Прежде всего, матерям и отцам-одиночкам, чей ежемесячный доход с учетом алиментов не превышает среднего в регионе. Размер выплат на детей, предусмотрен в размере 50% от проживающего минимума на детей в субъекте, в случае Чувашской республики, это проживающий минимум 9883 рубля. И, соответственно, сумма размера выплаты будет составлять 4941 рубль 50 копеек в месяц. Выплата беременным женщинам зависит от проживающего минимума труспособного населения, которое составляет 10 414 рублей. Соответственно, выплата определен в размере 50% от этого размера и она составит 5 207 рублей. Пособие беременным женщинам будет выплачиваться вплоть до рождения ребенка. Размер пособий будет индексироваться, однако и оценки нуждаемости будут меняться, исходя из общей экономической ситуации. При этом уточняется, что в выплатах откажут, если у взрослых членов семьи вообще нет заработка без адекватного объяснения. Это позволит избежать злоупотребления льготой. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства.